Добрый день! Сегодня у нас традиционный день ответов на вопросы. Сегодня уже 20 февраля, уже в 6 часов вечера, практически светло, что конечно не может нас с вами не радовать. День существенно удлинился, ну и в общем, что уже сказывается очень положительно на наших с вами питомцах. Ну и так начинаем. Володь, первый вопрос. Тут два вопроса в одном. У цикламина тоже можно обрезать пожелтевший лист или ждать его увядания? Вы понимаете, я конечно могу взять флору мира, ну я не знаю такого конечно сборника, но отдельным флором и говорить так. Спатифилум можно обрезать желтые листья, пальма можно обрезать желтые листья. Желтый лист это лист, который уже не функционирует. Не важно какой вид это растение, понимаете, вы можете смело у любого растения желтый лист отрезать. Он уже не жизнеспособен. Все, что он мог, он отдал. Если зеленого цвета нет, но если это вообще не какой-то сорт с желтыми листьями, это другое дело. Но если обычный лист зеленый или красный или коричневый, а становится желтым, это для нас сигнал к тому, что лист перестает функционировать. Все можем смело отрезать. У цикламина в том числе. И второй вопрос про аспарагус. Вившись ли это растение и нужна ли ему опора? Дальше человек обосновывает этот вопрос, но обосновывает его совсем по другим видео. Кстати, так вот делать нежелательно, потому что хорошо, что я его нашел. И вот он его обосновывает. Покупал и маленьким, он подрос и давал более высокие побеги. И старые, и маленькие стали желтеть и осыпаться. Я их обрезал. Какие-то до грунта более толстенькие у коротева. И у них от стволика пошли новые прям веревки побеги. И новые побеги из грунта тоже лежат до потолка, цепляются за перекладину штор. Там сплетаются в клубок и спускаются вниз, потом он поставит варями. Вообще у меня все окно он зашторил. В детстве у моей соседки он был пышным кустом, а у меня получилась лиана. Как можно из него мне вырастить куст? Вот догадаться, конечно, сложно, как вырастить куст. Лиана это то, что вьется наверх, делает штору и так далее. Но если вы регулярно будете обрезать и не давать ей делать штору, у вас будет куст. Конечно, многие виды аспарагусов, лианы. Да, ничего не поделаешь. И тот, который у вас, я так понимаю, он очень агрессивный. Мало того, что он лиана, у него действительно вот такие очень прочные ветки. И самое главное, он весь в колючках. С ним бороться достаточно тяжело. Но надо просто посмотреть виды, которые не дают вот этих вот побегов огромных. И, соответственно, взять тогда аспарагус. Например, аспарагус мейера, по-моему, называется. Это очень красивый такой аспарагус. У него такие вот, знаете, как листья на побегах, они не в одной плоскости, а они вокруг. Вот такие вот толстые красивые ветки. Вот можно такой взять, и не будет никаких проблем. Просто ознакомьтесь с вопросом. А ваш можете просто коротко резать, но его надо резать постоянно. Потому что если корневая уже хорошая, он все равно будет стремиться к лиане. На замиокулькасе на самом верху какой-то маленький усик. Что это? Даже не знаю, что сказать. Никогда на замиокулькасе не видела никакого усика. Но дело все в том, что ус вообще-то это видоизменный лист. Поэтому, в принципе, теоретически, не знаю как у замиокулькаса, просто я не видела. Но недоразвитый лист может выглядеть в виде вот такого усика. Может такое явление и быть. Ничего в этом страшного абсолютно нет. Но это не значит, что это сейчас во что-то превратится. Нет, конечно. Так что, ну пусть этот усик висит. Мурая. Листья на молодых побегах становятся желтоватыми, с темно-зелеными прожилками. Подозреваю, что это хлороз. Раз в неделю делаю корневую и по листу под кромку хеватом железа в течение пяти недель. Новые листья после подкормок цвет не изменили. Пересаживать рано. Корневая маленькая. Что я делаю не так? Посмотрите, может быть, это почечный клей. Поэтому совершенно еще... Вот я, если смотрю на растения, и если я не вижу явных вредителей того же клеща, тогда я могу делать предположение хлороз, еще что-то, еще что-то. Вообще, дело все в том, что нехватка каких-то микроэлементов определить ее чрезвычайно сложно. Понимаете? Вот чрезвычайно сложно. Вот я помню, я работала в ботаническом саду и как раз в отделении, которого я курировала, там росло дерево кофе. Вот. И у него всегда были коричневые концы листьев. И всегда наши умные... Ну, я-то пришла после института, а там-то уже были тетки, которые сидели много лет, и они начинали говорить, так, магния не хватает с важным видом. Ну, не хватает магния. А вот мы взяли тут кофе наш, обработали как следует несколько раз, и коричневые концы исчезли. Вот вам и магний. Ну, делайте отсюда выводы. Возьмите сначала, обработайте пару раз свою эту мураю раствором от гриба и от насекомых. Даже три раза обработайте с каким-то промежутком. Потом посмотрите, какие будут расти листья. Я вас уверяю, что все наладится. Расскажите, пожалуйста, о хатиори танцующей кости. Приобрела впервые. Хатиори, танцующей кости. Не знаю, может, так называется просто. А что это? Я не знаю, что это такое? Хатиора? Да. Это что? А, хатиора. Ну, это кактус, да. Может, там у нас есть площадная? Хатиора? Ну, у нас как-то она приезжала из Голландии. Вот. Но мы никогда не пробовали ее. Вообще, достаточно капризное растение. А не то, что капризное. Ну, надо знать там, как с ним себя вести. Вот и все. А так, ну, что? Я не знаю. Давай тогда, может быть, найдем. У нас где-то стояла, по-моему. Мы ее найдем и тогда уже покажем это вживую, потому что я сейчас даже не могу сказать. Она, по-моему, на эту, как ее, на Штумберг верила, похожа. Такие же членники у нее нет? Да, может быть. Что-то я сейчас сама не помню. Ну, ладно, в общем. Давай оставим этот вопрос, а мы лучше его... Я так и хотел, что есть еще, может, видео с ними. Да, видео лучше с ними. Ага. Наверное, вы будете смеяться. Три года назад мне подарили укорененный черенок Бегонии Эллотиор желтого цвета. Черенки раздавала всему белому свету. И сейчас их много. А вот Бегонии другого цвета не такие плодовитые. Немного бывают красные. А другие не получаются. Может, это их особенность? Ну, я не поняла. Значит, другие Бегонии не очень хорошо черенкуются. Да это не их особенности. Ну, просто, понимаете, может, вам растение попалось не очень какое-то удачное. Потому что вот у нас стоят там, я не знаю, стеллаж Бегонии одного вида. Два-три растения чувствуют себя плохо. Вот и все. Поэтому тут трудно сказать. Перечеренкуйте и попробуйте, посмотрите, что будет уже вот с этим молодым растением. Но, в принципе, Бегония, конечно, черенкуется великолепно. Не знаю, с этим никогда проблем не было. Причем черенкуется как листом, так и просто делением корневища. Просто попробуйте. Даже не корневища, а стебля. И это как-то... Ну, стебель и корневища одно и то же. Это понятно. Просто есть Бегонии, у которых прямо стебель, он так стелется по горшку и уже укоренен. И можно просто поделить на части и, соответственно, посадить. Вот вам будет много растений. Потому что я говорю, не каждая Бегония хорошо делится листом. А вот так очень даже гарантировано то, что все примется и будет много растений. Попробуйте. Попробуйте перечеренковать, и растение может быть совершенно другим по своим как бы жизненным качествам. Часто попадаются вопросы, и именно просят снять ролик прощиком о вас. Что это значит? Ну, как вы пришли в профессию. Ну, и некую такую отчика биографии. И сейчас опять-таки вопрос попадается. Ну, давай вопрос, я отвечу. Нет, нет, это не то, что вопрос. Именно хотят, чтобы мы ролик сняли. То есть, как вы пришли в профессию. Ну, ролик-то я же не сниму с детских лет. У меня же нет видео. Нет, нет, нет. Рассказать. Нет, есть, что я с сумочкой делала. Просто давайте тогда так, если комментарии все-таки будут на эту тему у нас под этим видео. Может, снимем в самом деле. Вот сейчас, что за вопрос? Скажи мне. А знакомительный ролик хотят, чтобы сняли о вас. Как вы пришли в профессию, как вы начинали, как вы что-то... Ну, да, мы снимем такой ролик, пожалуйста. И тогда, если... Ну, просто комментарии сейчас будут здесь все-таки. Если люди хотят, то давайте снимем. Если кто-то хочет узнать человека, я ни от кого ничего не скрываю. Все расскажу прямо от и до. От и до. Всю свою личную жизнь. Все, возвращаемся к ты там. Давай. У вас много орхидеи. На некоторых присутствует различная пятнистость. Скажите, вы тестируете их на наличие вируса? Такой же вопрос, который раз был у нас. Ой, боже мой. Ну, нет, конечно. Господи, на какое наличие вируса и как тестировать? Вот вы мне скажите, и я прямо начну с завтрашнего дня всех тестировать. Что значит тестировать на наличие вируса? Куда-то возить, где будут что-то определять? У нас была огромная лаборатория в ботаническом саду. Она, наверное, сейчас существует в каком-то виде, не знаю, защита растений. И там, якобы, какие-то исследования проводили. Ну, и никто ничего никогда не знает. Это совершенно непонятно. И вот эта вот пятнистость, что вы называете, все-таки большей частью, я не считаю, что это вирусное заболевание. Я считаю, что это, конечно, какие-то грибки. Потому что растение, особенно за зиму, ослабевает. И, соответственно, вот что-то появляется. Вот такой пример приведу, например. Значит, у нас есть фаусы. На этих фаусах, причем на разных видах, кроме, наверное, Танкервилли, лист что получается? Вот начинается с конца листа. И на нем как будто выедается мясистая часть. И остается сеточка из проводящих сосудов. Вот просто, ну вот такая вот штука. Понимаете? Ну, мне надоело на это на все смотреть. Я взяла, и что сделала? Стала, вот прям вот взяла, несколько обработок подряд сделала. Все прекратилось. Поэтому вирус это или что это? Или, например, на кахлеантасах. Вот зимой бывают такие вот темные пятна на листьях. Вот они бывают зимой, и все, ничего не сделаешь. А летом раз, и начинает развиваться очень хороший. Тоже надоест мне, я и зимой их как следует вот осенью начну обрабатывать, и думаю, что ничего не будет. Поэтому не знаю, что такое вирус в данном случае. Наверное, есть всякие вирусные болезни, вирусные мозаики и так далее. Но определить это я, к сожалению, не могу. Да, и тестов определяющих у нас таких продажей. Нет, конечно, какие тесты. Господи, я говорю, в лаборатории-то и то не знают, чего это. То одно скажут, то другое. Ну, в общем, это тайна, покрытая мраком. По своей глупости и неопытности, мединило обрезал по самую землю. Если видно стебелечек... А, еле видно стебелечек. В душе я грею надежду, что все-таки что-то взойдет. Пожалуйста, подскажите, может, у кого-то был такой опыт. Начнет ли расти после зимы, или уже смирился, и все. Значит, даже если у кого-то был такой опыт, вы поймите, что растение – это индивидуальность. И у вашего растения может сохраниться какая-то спящая почка, допустим, у основания, и она отобьет и пойдет расти новый побег. А может ее там просто не быть. И если я возьму, обрежу свою мединилу, а у нее есть почка, а у вашей нет. То есть экстраполировать на вашу ситуацию невозможно. Просто сидите, терпеливо ждите. Может быть, отобьет. Но если там не осталось ни одной почки, как отбить-то? Что? Ничего нету. Понимаете? От корня почки не растут. Поэтому просто надо подождать какое-то время, ну, месяц-два, но если ничего нет, то выкидывайте. Но мне просто непонятно, для чего обрезать-то все. Даже если там листья были плохие, ну, обрежьте листья, а зачем ствол-то обрезать? Ну, в общем, это ваше дело. Вы стимулируете цветение дендробиумов в Нобеле? У меня в квартире слабо цветет, хотя на подоконнике есть перепад температур. Ну, у нас перепад температур, вы знаете, какой. Какое вот случится, такое и случится. Никакого специально не делаем. Дендробиумы Нобеле никогда я не выносила в холодное отделение. Вот один год цветут хорошо, другой цветут плохо. Никаких стимуляторов цветения, конечно же, для меня не существует, потому что, ну, мы не делаем выгонку. Зачем нам это нужно, понимаете? Поэтому как уже растение существует, так и существует. Это же просто коллекция. И у меня нет цели заставить кого-то цвести. Как происходит само по себе, так и происходит. Тем более, что у многих орхидеи мне нравятся просто вегетативные части, и мне их цветение особо-то и не нужно. Поэтому никогда я этим не занималась. Но, в принципе, наверное, есть какие-то стимуляторы цветения. Но если нет фактора, который влияет в природе, понимаете, есть растения, которые, ну да, они зависят как-то от температуры, от солнца, от всего, да. Но может быть так, может быть как-то по-другому. Но есть растения, которые очень зависимы, например, от температуры. Но те же азалии. Хотя могу сказать, что я видела и азалии просто у любителей, когда никакого перепада не было, они стояли просто в комнатах и прекрасно цвели. Как уж растения приспособятся. Поэтому вы можете попробовать, но, в принципе, если вообще цветет, уже хорошо. А вот там дождаться какого-то обильного цветения, ну это маловероятно. В любом случае. Сколько вопросов здесь, а? Про корни растений при пересадке. Нужно ли обрезать старые корни? Кто-то говорит, что нужно. Это правильно или нет? Но ведь растения их нарастило для питания. Как обрезка корней у комнатных растений влияет на их рост? Зачем нужна обрезка корней? Как понять, что корни старые и ненужные? У каких растений можно обрезать, а у каких нежелательно? Порассуждайте, пожалуйста, на эту тему. Пожалуйста. Очень даже порассуждаю. Зачем мы пересаживаем растения? Вот мне просто интересно. Есть как бы два момента, когда я растения вытаскиваю из горшка. Первый. Когда я вижу, что растения, горшок этот мал. Вылезли внизу корни. Ну, в общем, или сверху очень много корней. То есть, или мне надо растение разогнать, я хочу, чтобы оно побыстрее росло. Тогда что я делаю? Я вытаскиваю растение. А вы понимаете, что растение, у которого мал горшок, там практически плохих корней быть не может. Достаю ком этот, не глядя, переставляю в больший горшок, подсыпаю землю, проливаю и ставлю на место. Второй момент. Когда я вижу, что растение в плохом состоянии, и тогда мне нужно, скорее всего, дать ему маленький горшок. Понимаете? Я тогда вытаскиваю. Вот тут я смотрю на корневую систему. Что такое плохие корни? Вы вытащили из горшка, а у вас куски вот этого субстрата начинают отваливаться вместе с корнями. Потому что корни просто-напросто сгнили. Если это единое целое, вообще не смотрите. Но если корни начинают, вот эти куски, отваливаться с корнями, значит, есть корни плохие, которые сгнили. Они уже растению не принадлежат. Это просто какие-то куски вокруг. И мы тогда смотрим, до живых корней, если они имеются в наличии, мы вот это все аккуратно обираем руками. Обобрали. И, соответственно, смотрим, ага, вот есть еще там несколько живых корней. Ставим в маленький горшок, опять-таки, землю, полив и ждем, что будет. Понимаете, если вообще что-то будет. Вот. А что касается какого-то, что, зачем вам пересадка нужна? Если больше горшок, даже не смотрите. Понимаете? Не нужно. Вообще, чем меньше вы трогаете корневую систему, тем лучше. Даже если у меня растение плохо себя чувствует, но я вытащила, и я вижу, что, да, там есть гнилые корни, но ком такой цельный, я постараюсь его не трогать. Если мне не надо только обобрать для того, чтобы посадить меньше горшок. Вот и все. Вот. А вообще, чем меньше вы трогаете корневую систему, тем лучше. Потому что от корня, как вы понимаете, зависит наша надземная часть. И если корни потревожить, то, скорее всего, отреагирует и все остальное. Так что, не знаю, кто чего пишет. Иногда пишут про бонсай, что надо вытащить из плошки, вообще там половину корней обрезать. Ну, у нас бывают такие случаи, когда надо обрезать корни. Вот у нас клёны, они огромные такие толстые стволы, и они вылезают в дырки, и когда поднимаешь плошку, под ней еще просто слой вот этих корней. Вот тут мы, конечно, обрезаем эти корни, потому что основа все равно в плошке, да еще срежем вверх. Вот такая процедура, да, имеет место быть, но это надо очень хорошо знать. Потому что ко мне приходили люди, которые из горшка пересаживали в плошку растения, берут уфикус, обрезают все корни, остается один ствол, сажают и чего-то ждут. Ничего не будет. Так что с корнями аккуратно. Замиакулькас, скажите, пожалуйста, почему у меня растут в высоту очень длинные, и при этом наклоняются от высоты? А мне бы хотелось, чтобы они были невысокие. Идут дальше по-украински, что ли? Любит растение светло, и надо ли, в общем, вертеть его периодично? Ага, периодично, да. Ну, в общем, рибно-украинском. Под рибногорщик повертать и периодично, вот так написано. Периодично? Да. Ой, как я люблю украинский язык, невозможно. Ну, в общем, что касается замиакулькаса. Замиакулькасы тоже разные. Есть замиакулькасы, у которых высокие побеги, есть выведенные специально сорта, у которых побеги низкие, приземистые. Надо просто приобрести другой сорт. А тот сорт, который у вас, конечно, он будет давать вот такие вот высокие листья. И вы же понимаете, что обрезать же их некрасиво, поэтому ничего с этим не сделаешь. Значит, ваш уже вот такой. Наоборот, некоторые ищут, чтобы были повыше замиакулькасы. Вот, это первое. Второе. Не любит прямых солнечных лучей, как вообще все аруидные. Вот. Конечно, свет нужен, но свет очень умеренный. Не такой, чтобы шпарило солнце, потому что быстро загорит и будет некрасивым. Поэтому лучше ставить, если у вас окно очень солнечное, закрывать занавеску летом, или поставить куда-то сбоку. Вот это его хорошее место. Это одно из самых теневыносливых растений. Поэтому, если он будет расти вот в том месте, где нет ярких солнечных лучей, будет красивый, темный, вот какой должен быть. Так что вот таким вот образом. А что касается вертеть совершенно, если, конечно, одна сторона у вас темная, а вторая светлая, то понятно, что мы крутим растение, чтобы оно равномерно освещалось. Но, в общем, замиакулькас не из этих растений. Мне кажется, его крутить не надо. Поставить вот как-то сбоку от окна, и, соответственно, будет все очень хорошо. Ну, и я еще раз говорю, если хотите, чтобы были низкие побеги, есть специальные сорта. Мы их показывали, между прочим. Вот. И, соответственно, можно вот такой сорт приобрести. Как вы относитесь к горшкам с автополивом? Где хлопчатый шнур из субстрата опущен в кашпо с водой? И если это помогает уходу за растением, каким растением такой горшок предпочтительный? У меня туримы и папоротники. Значит, я никаким шнурам, никаким лечузам абсолютно не доверяю. По одной простой причине. Значит, что касается горшков лечуза. Ну, сам-то горшок, конечно, очень красивый. А вот эта система, понимаете, она забивается. У нас вода жесткая, ну, по крайней мере, в Москве. Вот. И, соответственно, тут же это все засаливается и перестает так, как надо поливать. Потом говорят, ой, а как же так? У нас автополив, растение погибло. Это что-то не то. Это как раз то. Потому что вот этот автополив перестает работать. Что касается этих шнуров, то, слушайте, если... Ведь за шнуром тоже надо следить. Нужно, чтобы в этой емкости, из которой шнур выходит, была вода. Потом надо как-то рассчитать, сколько будет по этому шнуру течь воды. Какая-то высота должна быть соответствующая. Понимаете, все это непросто. Если у вас есть время следить за этим, так у вас есть время и полить вручную ваше растение. Так поливайте вручную. Зачем вам вот этот шнур? А если вы уезжаете куда-то, это я знаю, как всегда бывает. То кто-то плошку эту перевернет, в которой вода. То шнур вылезет там по каким-то причинам. И в результате приезжаете к разбитому корыту. Поэтому я против, против. Мы поливаем вручную. Вручную-то и то все время надо следить, как поливают. А уж вот с этими всеми приспособлениями, я не знаю. Я высказываю свое мнение. Я против. Подскажите, пожалуйста, как можно размножить папоротник спорами в домашних условиях? В частности, папоротник давалия. Значит, папоротник давалия абсолютно не нужно размножать спорами в домашних условиях. Потому что это корневищный папоротник. Он очень хорошо разрастается. Делите его. Мы прямо эти палочки разрезаем. Я много раз показывала. Кладем на какой-то субстрат. Увлажняем. И прекрасно вырастают новые ваи. И получается новое растение. Значит, что касается спор. Это очень сложный процесс. Процесс в первую очередь. Вот первое. Почему он сложный? Потому что у нас есть целый ряд папоротников, которые сеются по всей теплице. Вот эти папоротники, если вы посеете в домашних условиях, они у вас, конечно же, взойдут, вырастут. И все будет хорошо. Но есть целый ряд папоротников, которые трудно заставить и спор каким-то образом посеется. Значит, первая сложность в этом вопросе. Мы видим, что на вае папоротника образовались спорангии. Сначала они зеленые, потом они становятся коричневыми. Выбрать момент, когда высыпаются споры, достаточно тяжело. Надо лист смотреть под бинокуляром. Потому что иногда вы вот так трогаете лист, а там что-то сыпется. А споры уже высыпались. И то, что сыпется, это остатки, это стенки спорангиев. Там ничего нету. Это просто щелуха такая. Поэтому для того, чтобы гарантированно получить споры, как только образовались на вае спорангии, надо взять бумажный пакет, завернуть этот лист, скрепками закрепить и ждать, пока туда что-то высыпется. Вот тогда это, скорее всего, будут споры. Это первое. Второе. Я уже рассказывала, что сеять споры можно на разных субстратах. Начинает мха с фагнум до агар-агара. Это можно делать в каких-то закрытых коробках. Вот то, что мы пищевые делаем, где мы все черенкуем. Раньше мы это делали в чашках Петри. Это такая стеклянная плошка с низкими бортами. Сверху закрывается, как колпак, другая плошка с низкими краями. Все это из стекла. И там можно положить намоченную туалетную бумагу, можно положить фильтровальную бумагу, можно сделать слой агар-агара. В общем, что угодно. Лишь бы это сохраняло влагу. И после этого можно посеять то, что у вас в этом конверте высыпалось, посеять, соответственно, на вот этот субстрат. В день можно сеять только один вид. Только один вид. Потому что если вы два вида посеете, обязательно споры перемешаются, что бы вы ни делали. Но не в этом дело. Понимаете, просто овчинка, выделки не стоит. И у вас эти споры могут никогда не взойти. Могут взойти, могут не взойти. Поэтому большинство папоротников у нас, большинство, оно просто размножается делением куста. И это быстро, это надежно. И, собственно говоря, вы видите весь процесс перед вами. А что касается спор, то это утопия просто. Вот приезжает ко мне из Ленинградского ботанического сада. Ну и у меня там какой-то папоротничек редкий. Наконец вытащил споронос. Еще ничего там не созрело. Дай мне этот споронос. Ну на, я отрежу, конечно. Но ничего не получится. Это я уже знаю заранее. Поэтому не морочитесь. Свою давалию делите, просто разрезая корневища на куски. Вот и все. Как зимовать некоторым клубнивым растением? Амброфафалу, корее, например. Дескорее, да. В холодильнике для них очень влажно. Могут сгнить. На улице слишком холодно, меньше нуля. Значит, во-первых, в холодильнике совершенно не влажно. А в холодильнике сухо. Потому что холод он сушит. И хранить эти растения можно только следующим образом. Вот как они у вас сидят в горшке. Верхушка отмерла. Диаскорее у меня вообще, она отмирает. Она стоит просто вот в теплице. Отмирает один побег. Я никуда ее не убираю. Потом второй побег начинает вырастать. В общем, с диаскорее гораздо проще. А что касается аморфафалуса, каких-то этих, чем мы первые-то, как он называется-то, луковицы-то. Ну, в общем, любые луковичные, слушайте, и аморилисы, и что угодно. Их просто оставляем в горшке. Оставляем в горшке. И ставим куда-то, по возможности, просто в место попрохладнее. Чтобы земля быстро не пересыхала. Но, тем не менее, периодически смотрим. Совсем высыхать грунт не должен. Периодически нужно все-таки его как-то или опрыскивать, или чуть-чуть поливать, чтобы луковица сама не пересохла. Но еще раз говорю, это очень ненадежно. Никакой гарантии никто вам не даст. И я потеряла миллион аморфафалусов, которые очень люблю. Ну, вот потому что им зимовать вот таким вот образом сложно. Я думаю, что и в природе, когда они сбрасывают листья, но там все-таки, вы понимаете, все-таки, допустим, где-то в тропиках, это же общий грунт. Ну, понятно, что там влажность сохраняется, и все. Ну, и там, наверное, многие в этом случае гибнут. Но вот в домашних условиях только могу предложить вот такой способ. В горшке, где-то в прохладе с умеренным увлажнением. Если получится хорошо, но нет, так нет. Вероидный фикус все листья сбросил, стоит голый. Что нужно делать, чтобы листья нарастил? Это плохой признак, сразу говорю. Посмотрите на ствол. Ствол-то живой или нет? Если ствол живой, как мы узнаем, ствол живой, я сто раз уже показывала. Чуть-чуть скребем под корой, смотрим, есть ли зеленый камби или нет. Если вы видите, что ствол высох, он коричневый, выкидываем. Если вы видите, что ствол живой, но часть веток коричневая, стрижем до живого. Если все живо, очень хорошо, ставим на светлое место и ждем, когда даст листья. Все. Больше ничего придумать нельзя. Вопрос про папоротник. Выросла детка у асплениума Криспи. Хочу делить. Нужно просто отрезать от мамки и посадить. Посмотрела видео размножения папоротника, но такого не делили. Такого не было, потому что не было, не показывали. А на самом деле, конечно, надо посмотреть, что это за детка. Ведь вы понимаете, как? Значит, если корней нет, лучше посадить в мох, вот влажную эту камеру нашу, вот этот пищевой контейнер, да, и накрыть крышкой. Но если там уже укоренилось что-то, прекрасно, отрезайте спокойно и сажайте в грунт уже. Но если нет корней, то, конечно, тут 50 на 50 приживется или нет. Ну, дождитесь, если можно, пока там укорениться еще с материнским растением. Тут надо смотреть конкретно, как это все выглядит, понимаете. Поэтому сказать, сейчас ли отделить, чуть попозже ли отделить. В общем, смотрите, потому что, наверное, ждешь-ждешь, а раз листья у детки пожелтели и что-то она гнила, или наоборот, очень хорошо пошла в рост. В общем, надо смотреть по факту. Ну, отделить можно. Подскажите, пожалуйста, чем можно проливать или опрыскивать растения для профилактики от заболеваний и как часто можно это делать? Никак. Никак мы, никакой профилактики мы не проводим. Потому что пока ничего нет и ничего делать не надо. Вы понимаете, вы можете делать раз в месяц, например, профилактику. Понимаете, это так же, как врачи говорят, надо наблюдаться, делать гастроскопию, колоноскопию, бесконечные анализы крови и так далее. Да, можно делать, но в промежутке вы можете чем-то заболеть. Здесь то же самое. Вы можете раз в месяц опрыскивать от чего-то, не знаю, от чего, от всего. Но потом вдруг открыли форточку, залетела там, я не знаю, тля, села моментально и все сожрала. Вот и делайте, какую хотите, профилактику. А у нас бывает так, что вредитель сел и через день уже, извините, все свое дело сделал. Поэтому мы не делаем никакой профилактики никогда. Только мы видим, что если на каких-то растениях что-то появилось, тогда уже обрабатываем все. Потому что если появилось на одном, перескочит на другое, на третье. Вот это другое дело. Если что-то видите, обрабатывайте все, даже если на нем ничего нет. А вот делать какие-то профилактики я не вижу никакого смысла. Не вижу. Потому что яд, как правило, даже системные яды, говорят, они сохраняются в листях. Но слушайте, если бы они сохранялись в листях, вредителей бы уже не было. Их бы не было уже просто на земле. А поскольку все яд разлагается, и лист становится очень даже доступным для вредителей, вот они и садятся, вот они и кушают, и вредят растениям. Ну, в общем, вот так. Расскажите, пожалуйста, про ваше украшение. Где покупаете? Ой, слушайте, ну в разных местах. В разных. То одно, то одно видим какое-то. Вот тут подсели как-то несколько лет назад на итальянскую фирму Alcoser. У них не драгоценные металлы, какой-то там ювелирный сплав, но зато натуральные камни. Вот тоже было красиво. Потом все надоело. Стали покупать какие-то... Ну, с сайтов же сейчас, господи, миллион предложений. Миллион. Понимаете, все упирается у нас в нашей жизни в одно. Это финансы. Вот. Предлагают всякие брендовые, например, украшения. Ну, понятно, подделки. Тоже интересно. Ну, в общем, когда-то у нас прекрасные там были какие-то знакомые, которые привозили откуда-то. Вот там покупали. Ну, не знаю. Сейчас уже все меньше и меньше, потому что носить некуда. И, соответственно, я даже забываю, что когда я отвечаю на вопросы, что вы что-то на мне видите. И я просто хожу, ну, как я обычно хожу, а потом думаю, ой, можно было вот это одеть, показать. Ну, в общем, многое лежит, вообще даже и не ношу. Ну, в основном какая-то дребедень. Так что вот. Расскажите про садовые вечно зеленые эритодендроны. Какие особенности есть в уходе за ними? Ну, что я вам скажу. Рододендроны садовые, конечно, это интересно показать. Вот приедут, когда все-таки это не наша культура. Вот, ну, не наша культура. Хотя я знаю сады. Такие старые какие-то сады. Вот у меня есть где-то, где они в Болшево, что ли, находятся. Где-то, по-моему, в Кратово. Вот тоже у нас какой-то есть участок. Такие старые заросшие участки. И там рододендроны, вот они сидят из года в год и, соответственно, и прекрасно себя чувствуют. Последнее время мы стали как-то предлагать листопадные. Они все-таки, на мой взгляд, более устойчивые. Хотя тоже как-то израстаются. И уже мы там в нескольких наших, у нескольких клиентов просто их вырубили. Вот. Ну, ясно, что, слушайте, если сирень не всегда цветет, ну, что нам говорить про рододендроны? Ну, тем не менее, можно ими заниматься. Значит, самая-то главная их печаль, это в том, что у нас бывают весной морозы, а вы же понимаете, у них почки с осени закладываются, и вот эти вот цветочные почки просто подмерзают. И тогда нет никакого цветения. Ну, укрывайте, укрывайте. Любят кислую почву, вы знаете, да, поэтому надо периодически торф подсыпать кислый, вот этот наш верховой. Вот, собственно говоря, вот такой вот уход. Конечно, не любят открытых солнечных мест. Лучше сажать куда-то там в такую рассеянную тень дерева. Не совсем, конечно, под елку, это понятно. Вот. Но в какую-то, чтобы солнышко и было, и не было, вот так вот. Ну, в общем, вот, собственно говоря, и все. Интересно просто показать какие-то сорта. Но, честно говоря, мы никакого такого большого разнообразия не привозим. Там заказываем белый, сиреневый, красный, желтый. Вот таким вот образом только. Вот. А есть, конечно, сорта, есть люди, которые этим прям занимаются. Никаких морозостойких я не знаю, чтобы прям вот посадил и забыл. Я таких не знаю. Вот. Ну, все время надо смотреть, конечно. Лучше там укрывать, особенно не листопадные. А вот на все, и на листопадные смотреть весной. Если вдруг объявляют заморозки, а вы видите, почки уже набухли, конечно, надо на ночь все прикрыть, чтобы, не дай бог, они не померзли. Вот. Ну, в общем, вот и все, что я вам могу рассказать. Опять вопрос личного характера. Угу. Расскажите, почему вы всегда так неравнодушны к Баку и Мордокяне? Я так понял, вы там жиры и работали, или вы оттуда родом? Значит, я не оттуда родом. Я родилась под Москвой, в Мытищах, около лесу технического института, потому что мои родители там работали. Но у меня отец азербайджанец. Естественно, там полно родственников. И, конечно, с младенческих, буквально там в пеленках, меня уже начали туда возить. Я вообще люблю теплые края, понимаете? А поскольку это место мне очень знакомо, и я, естественно, там много где была. И, соответственно, ну, просто это, ну, как говорил один мой знакомый, моя историческая родина. Вот. Я когда на самолете лечу, и самолет начинает снижаться, я понимаю, что я прилетела домой. Потому что это такой же мой дом, как и здесь. Ну, в общем, люблю, люблю все. В Баку люблю все. Да, в Баку, в Азербайджане люблю все. Вообще, мои там бабушка, например, она родом из... И умерла она, собственно, там. Это бывшая такая столица Азербайджана, город Генджа. А раньше назывался Кирвабад. Вот. Вот там тоже в детстве я все время была. Потом в институте я ездила в экспедиции на Малый Кавказ. Вот эти вот системы озер, Гюль, Марал-Гюль. Вот там вот было. Ну, в общем, вот так. А в Мордекиане, ну, просто потому что интересно. Я дружила с академиком Сафаровым, который работал в Азербайджанской академии наук. Я был директором ботанического сада в Баку. Ну, в общем, вот так у меня такие там прекрасные связи. Сейчас, конечно, я тоже периодически бываю. Но вот видите, тут пандемия, как раз взяла билеты и объявили, там объявили сначала карантин. Ну, может, в этом году съезжу. Так что, вот, прекрасная страна. Вообще горжусь, что у меня оттуда корни. Так что... Так, рекомендуете ли вы выращивать фиалки? Как поливать фиалку, чтобы не загнили корни? Ну, слушайте, как я могу рекомендовать? Вы должны выращивать то, что близко вам, понимаете? Вот что вам доставляет удовольствие, вот то и выращивайте. А чтобы не загнили корни, возьмите... У меня есть... Я фиалки не выращиваю, но для растений, которые надо аккуратно поливать, у меня есть такая вот лейка с длинным тонким носиком. Вот с такой вот лейкой, вот и поливайте. Вот, кстати, про фиалки мы уже рассказывали. Мы можем снять еще один сюжет. У нас же вот Наталья, которая хозяйка магазина Орхидей, она страстный коллекционер фиалок. Вот, и она расскажет... Вот она там ставит на какие-то маты, фитили туда. Вот она, помнишь, рассказывала? Мы уже делали такое видео. Ну, мы делали, но, видимо, люди не могут найти, может быть. Можем сделать еще раз. А вообще, я говорю элементарно, просто поливайте, соответственно. Фиалки тоже любят, чтобы зимой было прохладно. Можно нижние листья оборвать. В ботаническом саду всегда обрывали нижние листья, оставляли вот такую макушечку, давали фиалке отдохнуть. А поливать можно очень аккуратно, соответственно, не заливая. Пролили, вода налилась в поддон, вылите ее оттуда. Раньше считалось, что фиалки надо поливать в поддон. Но я просто вот видела, как много фиалок сгнило благодаря этому методу. Поэтому я думаю, что лучше в поддоне воду не держать, а просто аккуратно проливать. Вот сейчас мне хиста уехала и оставила свои фиалки. Она любит фиалки. Но я их поливаю, вот просто, по-моему, второй раз пролила после ее отъезда. А ее уже два месяца нет. Вот. Так что реже поливайте зимой. Ну, в общем, это целое дело. Ну, надо Наталью опять попросить, она расскажет. Ну, посмотрим. Да. Так, мой котенок пожевал все листья на драцене. Ствол целый, все обгрызанные листья я удалила. Будут ли расти новые листья? Будут. Подумаешь, ну и что, подгрыз листья? Господи, ничего страшного. Главное, чтобы корни были целы, ствол здоровый. Все обрастет. А котенка кормите лучше. Видимо, плохо кормите. Не знаю, с чем там. Нет, ну, кошки любят. Любят, страшно. Вот у меня тут пришла знакомая. Тоже, кстати, драцену коты обгрызли. Вот она купила. Помнишь, вот эта Марина ходила тут, да? Вот. Но мы ей посоветовали вот что. Кошки очень любят циперус. И у нас есть такой циперус с такими прямо жесткими листиками. Такой он невысокий. Прямо я ей посоветовала посадить в плошку без дырок, чтобы там все время вода хлюпала. И он будет разрастаться прекрасно. И вот эти молодые побеги кошки обожают. Поэтому своему котенку купите циперус. Не будет обращать внимание на драцену. Вот так надо поступить. Да? Скажите, пожалуйста, у вас когда-нибудь цвела мюнстера? И после этого появлялись ли плоды? Если да, то пробовали вы их на вкус? Ну, наверное, манстера, а не мюнстера. Ну, неважно. Значит, манстера у нас, конечно же, цвела. Плоды появлялись. У меня, кстати, дома вот сейчас зацвел черенок манстеры альбы. Вот этой белой я там посадила вместо обычной вот этой манстеры. Но поскольку там три листа, я взяла, срезала этот плод. Да, это вот такой вот длинный плод. Это початок. И, соответственно, он потом разрастается. И он очень вкусный. И его можно есть. Здесь у нас, да, раньше созревали большие манстеры, росли в грунте. У нас же раньше очень много грунта было просто, да? Сейчас полы везде. А было много грунта. И мы, конечно, растения сажали в грунт вообще, что ни по поди. И были эти плоды, мы их ели, ну, как и многое другое. Да, были. Я не знал тоже. Ну, да, но это обычный початок, как у всех. Вот, вот у нас. Вот, ты видишь початок? Видишь, да? Вот. Вот у манстеры вот такой же початок, вот. Только он вот такой большой. И опять кукуруза. И он созревает, и получается вот эта мякоть вокруг семечки, плодовая, и его вкусная. Вот с прошлой передачи у нас еще вопрос как бы остался, ну, толком нет, вечный. Тут поправляет то, что внутри, ну, когда голландские гротицы не приходят, то, что внутри не трофейной горшочек, а сетка из пластика. Вот ее нужно удалять или нет? Нет. То есть корням она мешать не будет? Нет. Вы можете, если вам это не нравится, иногда мне это не нравится. Почему? Потому что она иногда торчит, вот так бывает. Растение начинает расти, а она, когда оно было маленькое, как бы оно там внутри было, потом ствол нарастает, там вот приходит. Я беру просто обрезаю ножницами. Но вообще она никак не мешает. Корни же уже прошли всюду. Поэтому это не страшно. Если она там заглублена, и пусть сидит. Не нравится вам, обрежьте ножницами аккуратно. Это не вопрос. Она же тоненькая. Подскажите, пожалуйста, как нарастить корни у орхидеи, например, у котлеи и фаленопсиса? Что значит, как нарастить корни? Вы думаете, они что, вот так вот раз, и по мановению там руки начинают нарастать? Я много раз рассказывала. Корни практически у всех орхидей, вот не знаю, как у наземников, там не видно, и я особо как бы не смотрела, но думаю, что то же самое. Они год функционируют. Начинает расти молодой побег, там бульба начинает, или псевдобульба начинает расти. Тут же начинают расти корни. Вот эти молодые корни. Все остальные корни, они стареют и отмирают. Поэтому, если ваша котлея, про котлеи там, да, речь идет? Про котлеи? Если ваш котлея начинает нарастать, да, котлеи? Да, котлея и фаленопсис. И фаленопсис. Значит, котлеи начинают нарастать, то появляется новый побег, тут же начинают расти и корни. Если нового побега нет, корни вы никак не нарастите. Поэтому, как это можно заставить? Просто ухаживайте хорошо, чтобы растение росло. У фаленопсиса та же самая картина. Там начинает расти лист новый, и начинают все выше и выше появляться корни. То же самое у ванды. Ну, у кого угодно. Все орхидеи растут вот так вот одинаково. И поэтому с появлением новых молодых побегов начинают расти корни. А как еще? Как заставить-то корни расти? Никак. Только с появлением молодого побега. А если у вас сидят, вот у меня сидят там эти психопсисы. Ну нет, ну нет ни одной новой бульбы. И корней нет новых. Вот они как-то в каком-то замерзшем состоянии сидят и ничего не заставить их делать. Очередной у нас листопад. Фикус Бенджамина сбрасывает зимой листья. Сейчас стоит почти лысый полевый. Они часто стоят на окне, где есть солнце и тому подобное. Что опять не так? Ну не так, не хватает света. Растение таким образом защищается от нехватки света. Сбросило все листья. Вы посмотрите на вашем растении. Обычно еще бывает, что кроме листьев подсыхают концы побегов. Они становятся такие вот, ну такие совершенно не сочные. Такие вот какие-то высохшие, коричневые. Возьмите все это, обрежьте все и ждите. Больше ничего не придумаешь. Сейчас день удлинил все уже и будет дальше удлиняться. И все у вас будет. А так, конечно, если не хотите, чтобы сбрасывал листья, значит держите на самом светлом месте. Досвечивайте. Мы это все одно и то же говорим. Досвечивайте. Тогда не будет ничего. Ну у нас все. Только единственное, что часто просят именно снять про орхидеи драгоценники именно по сортам, как, чего. Ну где же я могу снять-то про драгоценники, когда у меня их нет? Ну там вот тоже, допустим, монотарь. Ну слушайте, значит так, драгоценными орхидеями я не занимаюсь. Это, понимаете, невозможно заниматься всем. Это отдельная песня. Их надо, я же рассказывала уже, выращивать в хорошей влажной среде, должна быть хорошая досветка. При этом даже все это соблюдаешь, смотришь, раз что-то подгнило или что-то подсохло, давай перечеренковывать. Поэтому я, ну мне не очень интересно этим заниматься. Как-то вот эта группа орхидеи, она мне не очень интересна. Все, что я могла, я уже рассказала. А вот это вот по сортам, ну это надо это иметь. Вы поймите, вот то, что я вам рассказываю, показываю, это все надо иметь. Я же не езжу никуда в другие организации, где, может быть, выбор больше, может быть, там еще что-то. Потому что, ну, во-первых, меня не всюду пустят, чтобы я там что-то рассказывала. Вот, а во-вторых, у нас и так уже, я считаю, очень большая коллекция. Вот, но объять все невозможно. Поэтому извините, пожалуйста. Не знаю, вот будет выставка орхидеум, подойду к Маркину, который этим занимается. И то я видела у него, ну, три, может быть, вида этих орхидей. Все. Поэтому рассказывать особо не о чем. Так, ладно. Просит тогда рассказать еще, который на опоре у нас, на этой, на каретах. На блоках? На блоках, да, что-то я забыл это слово. Тоже, вот мы когда обзоры делали, просят по садам, как за ними ухаживать. Как, ну, в общем, поподробнее именно о орхидеях на блоках. Ну, рассказать можно, но то, что сидит на блоках, уход-то один и тот же. Вот это и называется блочники. Это группа орхидей, которая, это не систематическая группа. Это могут быть дендробиумы, это могут быть какие-то плевроталисы, это могут быть какие-то макселярии. Ну, не знаю, что угодно, понимаете? Когда растения эпититы и в природе они прикрепляются на блок. И уход тогда получается один и тот же. Все блочники мы ухаживаем одинаково. Но сегодня он блочник, а завтра он горшичник. Потому что иногда бывает, что растение, которое мы считаем блочником, а вот у меня ему сухо или чего-то не хватает. И вы не представляете себе, сколько уже сотен растений я перетащила с блока в горшок и наоборот. Вот и таскаемся туда-сюда. Поэтому нет такого строгого определения, что это растение растет только на блоке. Нет, такого нет. Вот, и приходится, вот я говорю, все время как-то манипулировать. И поэтому рассказать о каждом растении, как за ним ухаживать, слушайте, ну, даже любители, у которых я бываю, вот у меня есть такой Саша Скосырь, прекрасный любитель, у которого лоджия вся посвящена, все сделано. И вода правильная, и температуру правильную он держит. Ну, все-все-все, понимаете, да? И при этом тоже, вот мы с ним разговариваем, растения гибнут. Кому-то что-то не нравится. Это же живые существа, понимаете? Они болеют или просто не нравятся. Ну, в общем, поэтому, конечно, говорить вот так, блочники или горшечники, это чрезвычайно сложно. Это все очень относительно. Вот. И вот так вот приходится все время манипулировать. Ну, все. Да? Ну, все, тогда на сегодня все. Очень рада была опять побеседовать со всеми, задавайте самые разные вопросы, буду отвечать. Могу даже на какие-то не относящиеся к растениям. Вот. Но это я шучу. Вот. На это есть другие люди. Поэтому всего хорошего. Будьте здоровы. Главное, не болейте. Ну, и, соответственно, чтобы наши питомцы тоже были здоровы. Успехов всем! Успехов всем!